Здравствуйте, туристы и милитаристы! Ну что, не устали еще от сплошного потока обзоров ножей Экстрема Рацио? Я, например, не устал, и я уверен, что по первым обзорам, отсюда, из Прато, уже накидали как кашек наверняка, наговорили всякое разное. Вот тот случай, когда меня вообще это не тревожит, почему? Ну мне нравится, я даже ничего не могу сделать, наверное, потому что это именно грамотное коммерческое сочетание, в том плане, что когда вот какая-то вот инженерная именно мысль, именно вот эти вот какие-то дизайны, они очень удачно совпали с теми же самыми армейскими заказами, они дали возможность дальше развивать производство, плюс очень много было привлечено каких-то дизайнеров именно там не с громкими именами, которыми так очень любят козырять другие производители, там именно ставя имя там на клинок и так далее, и так далее. Нет, дизайнеры нужны экстреморацию, это или сами экстремщики, или же непосредственно вояки и полицейские, которые приходят и говорят, нам нужно вот это, нам нужно вот это. Так вот, о чем я хотел вам рассказать в конце предыдущего видео. Когда я попал вчера на завод экстреморацию, он на самом деле не очень большой, они в 2000 и не соврать, в 2014 году, по-моему, укропнились, потому что у них была площадь, по-моему, 600 что ли квадратов, сейчас у них полтора гектара, то есть так все довольно компактно и очень-очень само по себе производство, станки прямо стоят рядом, коллектив, ну плюс-минус, я не знаю, я так вчера приветил, может быть, без конторы, именно тех, кто непосредственно пилит, непосредственно собирает, может быть, там человек 12-15. Вот, и мы когда зашли, Мауру Честрим мне рассказывает, и еще до того, как мы начали снимать экскурсию по заводу, он говорит, ну вот мы здесь приходим, вот здесь наша сталь, значит, и она потом здесь там нарезается, и такой говорит, что там происходит термичка, то есть термичка не у нас, у меня первая высота. Ну, наверное, там, как бы, вот это вот, понимаете, первая мысль какая, наверняка где-то там термичка происходит далеко-далеко на востоке. Дальше, здесь у нас сложены огромные стеллажи этих форприновых рукоятей, вот эти вот резинопластиковые рукояти, вторая мысль, ну резинопластиковые, это точно рукояти наверняка заказаны, сами знаете откуда, значит. И вот мы походили, походили, и я ему задаю вопрос, слушай, а вот как бы всякая вот фурнитура там, то, сё, пятое, сё. Он говорит, ты что? Он говорит, никто никогда мне не даст ни одного заказа армейского. У нас, говорит, термичка происходит 20 километров отсюда, если ты хочешь, мы завтра там сядем на машину, мы поедем туда-сюда. Но я, честно говоря, с учетом моего очень короткого визита, я предпочел наделать всяких обзоров, помацать ножей побольше. И у нас постоянный партнер, который производит рукояти, тоже итальянский, то есть он сказал, что именно исходя из специфики заказов, он говорит, 100%, всё до последнего винта, всё производится в Италии, только, говорит, единственное исключение, тут я прямо подумал, вот уж мне исключение, сталь они берут, Н690, именно Бёллеровскую в Австрии. То есть это единственное исключение, что не итальянская в этих ножах, австрийская сталь. Но опять же, это респект и уважив, а почему? Потому что все понимают, ну что уж там скрывать, все понимают, откуда австрийская сталь Н690 в Россию едет в большинстве своем, правильно? С какой стороны? Я думаю, что не всегда со стороны австрии. В общем, то, что я хотел сказать, то есть когда мы смотрим на вот эти вот какие-то рукояти, там и пятое, и десятое, это всё 100% made in Italy, и он сказал, что это всё проверяемо и иногда проверяется, поэтому они с этим не шутят. И это одна из причин, почему, как Мауру сказал, почему ножи такие дорогие. Там есть несколько причин. Он говорит, ты не представляешь, сколько ножей мы выбрасываем. Он говорит, ты не представляешь, сколько ножей мы выбрасываем, когда мы обучаем нового человека. Чтобы обучить нового человека, нам нужно полгода. И говорит, просто большая часть того, что он делает, это просто идёт сразу в отбросы, часть отправляется обратно там в переплавку, часть куда-то утилизируется и так далее, и так далее. Вот так примерно старается производство. Поэтому это один из ответов, почему... А что так дорого? Поехали! Нимбус. Не такой давний нож, на самом деле довольно новый нож. И сейчас я вам буду показывать аж три версии этого ножа. Такие вот. Давайте начнём с ножен. Ножны такие интересные. Я вам покажу Нимбус Оператива, Нимбус Ординанза и Лимитед Эдишн Нимбус. Сразу три версии этого ножа. Оператива – это самая простая версия. Вот у нас такие из АБС пластика ножны. Как вы видите, полностью совместимы с системой Молли. Надевается нож на ремень, не снимая сам ремень. Плюс, если у вас есть желание, а сама по себе специфика этого ножа, она позволяет это сделать. Вы можете закрепить с помощью вот этой вот второй петли пластиковой нож рукоятью вниз, для того, чтобы он у вас где-то висел. Видите, размеры. Конкретно размеры этого кинжалоида, они позволяют... На самом деле он очень лёгкий и такой небольшой. То есть, по сравнению с тем же самым Контактом, Контакт там просто вот реально такой кинжалище. Здесь очень-очень такой Нимбус. Это что-то среднее между стилетом и таким полноразмерным кинжалом. И он действительно... Сейчас я вам кое-какие моменты покажу на рукояти. Вот действительно такой есть. То есть, ножны у нас симметричные. Под правую и левую руку сразу. Большинство ножей Экстремрацию делают с симметричными ножнами. Чтобы не запариваться. Опять же, почему? Потому что много военных заказов, полицейских заказов. И они не хотят подсчитывать, сколько там правшей и левшей. Они сразу же делают с прицелом на. Опять же, респект и уважуха. Итак, что касаемо самого. Видите, он отличается формой рукояти от традиционных ножей Экстремрацию. То есть, рукоять здесь тоже форпреновая. Она надевается на хвостовик. Я определяю, что монтаж рукояти как сквозной разборный. То есть, можно, в принципе, снять и поменять вот эту вот форпреновую часть при большом желании. Но сама по себе форма рукояти другая. Длина ножа 263 мм. Длина клинка 141 мм. Толщина по обуху 5 мм. Неужели не 6,3 мм, как обычно. Обработка обжиг Мил Си 13924. Сталь Беллер Уде Хольм Н690. 58 единиц по шкале Роквелла. Вес 203 грамма. И ножны, как вы видели. Ножны, опять же, бывают разные. О чем я вам сейчас скажу. Так, сейчас я открою свой замечательный девайс. И прочитаю вам. Этот нож... Сейчас. А, вот. Понял. Читаю с сайта extremaratio.com. НИМБУС был принят... Был заказан и принят знаменитым 183-м полком НИМБО. Воздушно-десантный полк. Путем переиздания хорошо известной модели 3909. Этот нож отмечает битву при Гризана, которая произошла 19 апреля 1945 года. Кто знаком с историей? Вот так вот нужно создавать легенды. Буквально создавать легенды. Маркетинг 80-го уровня. Послушайте. Все помнят, как происходила Вторая мировая вообще? Кто за кого воевал? Кто вместе с кем был в коалиции? Слушайте дальше. Итак, нож отмечает битву при Гризана, которая произошла 19 апреля 1945 года между десантниками НИМБО и немецкой дивизией «Зеленые дьяволы». Жестокий рукопашный бой длился 12 часов. Большинство десантников погибли, но НИМБО победил в бою. Полк победил в бою. И НИМБО пишет экстремную рацию. Это гораздо больше, чем модель для празднования события. Нож был разработан с технической точки зрения, чтобы фактически использоваться для целей современного боевого оператора. Вот так проще всего сказать. И особое внимание было уделено техническим характеристикам, таким как размеры ножа, ножны из кайдекса. Бла-бла. Дальше неинтересно. Итак, опять же, открываем экстремную рацию точку куб. Сейчас вы поймете, ребята, что говорят, понты дороже денег. Сейчас мы увидим, сколько стоят понты. Итак, оператива стоит у нас... Сейчас. Леонардо, how much cost оператива? Оператива вашу? Я не вижу. Ординанзе стоит 334 евро. Сейчас скажет нам Леонардо, сколько стоит оператива. Оператива вот вам. 289 евро стоит оператива. Вот этот нож, который приходит к вам к стандартной, красивой, экстремовской, картонной коробке с ножными и все. 289 евро. Вот это версия. Если вы хотите в себе с трех сторон, triple lock, закрывающийся кейс, в который помещен нож Ординанза. Главное отличие которого от версии оператива, это то, что здесь есть вот этот логотип. Давайте не будем про кейсы сейчас. Просто нож сам по себе выносите с логотипом. 334 евро. То есть получается, с ракет вы отдаете... А ножны такие же в точности. С ракет вы отдаете за наличие вот этого логотипа на клинке. И, если вам захотелось действительно... Вот здесь я уже даже спорить не буду. Если вам захотелось действительно из Италии, все пошито в Италии, все напилено в Италии. Действительно, крутецкую вещь. Вам присылают вот такой вот кожаный чемодан с тем же самым логотипом. 183 полк Нембо. То есть все четко, все классно. И вы получаете вот такой вот сатинированный клиночек. Кожаные ножны. С запахом натуральной кожи. Кожаные ножны. И вот такой вот сатинированный клиночек. И деревянная рукоять. Все ножи номерные. То есть здесь я не буду говорить, что здесь посмотрите стоит номер. Потому что и на оператива, и на ординансах. На всех ножах экстремранцию стоит номер. Почему? Так принято. Опять же, все четко. Made in Italy. Здесь, я так понимаю, рукоять, скорее всего, ореховая. Is it walnut? Walnut? Секунду. Ну, что-то похожее на кавказский орех. Я думаю, что, скорее всего, какой-то аналог местный. I could ask you a little bit. No, 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 no. Just don't worry. И здесь также в точности все снимается рукоять. То есть, видите, все выточено, выпилено. И, конечно же, со светлым клинком у него совершенно другой вид. Он выглядит совершенно иначе. Он действительно очень классный. Ну, ладно. Это все были цветочки. Давайте теперь поговорим. Ну, я возьму среднюю по цене. Ординанса версию. В чем главное достоинство этого ножа? Нет, возьму эту. Вдруг я поцарапаю, меньше будет отдавать. Как я уже сказал, ножны я похвалил. Они двусторонние. Полностью супер тактические. Мне очень нравится, что здесь для того, чтобы закрепить ножны, вдруг, если вам надо на бедро или еще как-то, вот просто паракорд. Почему? Потому что они сами по себе легкие очень и маленькие. Достоинство этого ножа, во-первых, в том, что он легкий. Во-вторых, в том, что он такой, здесь именно оптимальная длина клинка, на мой взгляд, именно для каких-то неприятностей, для какой-то работы. Сейчас я скажу то, от чего там у кого-то взорвет просто пуканы. Как там говорят, знающие люди для работы по биоцелям. Суть не в биоцелях. Суть в том, что на самом деле это именно золотая середина. Если мы, например, возьмем контакт и реквием. Контакт я тащусь, реквием я тащусь в каком-то другом смысле. Нимбус – это что-то именно середина. Он не такой маленький, как реквием, но он при этом гораздо более подвижный, чем контакт. Потому что контакт, он такой для серьезных таких мускулистых парней. Вот, на мой взгляд, мне нимбус – это самое то. Рукоять у нас симметричная. Вот с такой выемкой. Самый удобный хват этого ножа – отверточный. Можно взять вот таким вот образом. Гарда двусторонняя полностью защищает ладонь. То есть при каком-то ударе, при какой-то работе, при каком-то строгании у вас рука полностью защищена. Ясно, понятно, что это делает нож холодным в России. В Эстонии он абсолютно теплый. Почему? Потому что он не у нас заточен сверху. Да, это спирпойнт. Глубокие долы на всю длину клинка. Это кинжалоид. Но это всего лишь нож. Честно сказать, я не понял вот этого вот выреза в обухе. Но как бы дизайнер так видит, может быть, так и заказчик заказал. И имеется у нас фальш-лезвие. Надпись, название, серийный номер ножа. Это оператива, именно версия у меня в руках. Экстрема рацио made in Italy. Как я уже сказал, рукоять разбирается, чистится, собирается. Здесь, в отличие от других, здесь просто под минусовую отвертку. Минусовая отвертка. Это все из-за соловьева. Плоская она. Плоская. Не надо выпендриваться. Плоская отвертка. Есть крестовая, есть плоская. Ну, можете там начинать меня там глушить. Шлицевая, минусовая, еще какая-то плюсовая. Плоская и крестовая. Меня так в детстве учил мой учитель труда. Вот. И дедуля мой. В общем и целом. Немножко по сравнению с контактом пустоватый такой прямой хват. Но он на самом деле все равно очень уверенный. Плюс я уже повторюсь, что здесь полностью защищается рука гардии. Сапа себе. Нож, он не оставляет впечатление какого-то именно, как сказать, вот мощного кинжала, какого-то мощного оружия. Нет. Это именно немножко расширенная версия стилетника. Это именно на очень быстрый злой укол, на очень быстрое какое-то злое попадание. В слепую вы можете брать любым хватом. Так или иначе у вас может кверху быть кромка вниз. Смотреть. В любом случае он работает у вас. И, конечно же, обратный какой-то хват. Диагональный, просто с упором большого пальца в верхнее крыло гарды. Нож извлекается из ножа очень быстро. Вот это вот по Е, вот это вот все я бы убрал, снял, потому что это все на, не правильно, на липучке. И, кстати говоря, вся сама по себе вот эта система, она может быть снята и нож, сам пластик может быть поставлен просто на молле, где-то на, у вас, на снаряжении. И нож достается буквально вот, ну он сразу же вылетает из ножа очень быстро. При всем при этом он сам по себе в ножнах. Сейчас, сейчас покажу. Не ходит от слова совсем. Вообще не ходит. Вообще не так. То есть в этом плане это золотая середина по функционалу между небольшими какими-то вот такими вот кинжалоподобными, но городскими ножами и здоровенными, которые вот ты идешь прямо вот, идешь и все вокруг себя грушишь. В этом плане из троих кинжалоидов, которые вот я за последнее время вот сейчас брал в руки Requiem Contact и Nimbus, Nimbus он наиболее именно злющий. Он очень быстрый, он очень-очень такой стремительный, ну такой четкий пацанчик, короче говоря. Все, ребят, спасибо за просмотр, всего доброго, увидимся. Продолжение следует...